всем привет меня зовут Надя и вы на моем канале о вязании и в этом видео хочу показать вам вот такой классный узор крокодил который отлично подойдет для вязания летних сумочек возможно каких-то изделий которые можно носить а также для наших любимых новогодних рождественских подделок смотрите какой классный объемный 3d узор и вот какая у него изнанка для вязания я возьму полиэфирный шнур карамель baby это тонкий шнур толщина нити 2 миллиметра хотя мне кажется тут все 3 миллиметра и крючок который я возьму 3 миллиметра для этого узора крокодильчик нужно набрать цепочку из воздушных петель кратную 6 плюс 1 итак набираю 1 2 17 18 вот 18 это число кратно 6 плюс 1 первый ряд для первого ряда отсчитываю от крючка 5 петель 1 2 3 4 5 и делаю в пятую петлю столбик с накидом вот так добавляю в эту же точку второй столбик с накидом вот так и добавляю одну воздушную петлю вот он получается раппорт этого узора 2 столбика с накидом в одну точку и воздушная петля здесь пропускаю 2 петли 1 2 и в третью делаю 2 столбика с накидом раз в эту же точку 2 и воздушная петлю опять отсчитываю 1 2 в третью делаю 2 столбика с накидом 1 1 1 2 и воздушная петлю 1 2 в третью 2 столбика с накидом 1 1 2 и воздушная петлю 1 2 и воздушная петля предпоследний раз снова в третью 1 2 1 1 воздушная петля в конце остается две петли заканчиваясь этот ряд одинарным столбиком с накидом в последнюю петлю вот сюда и первый ряд на этом готов фактически этот узор будет состоять из двух вида рядов один ряд нечетный который идет вот в эту сторону это вот столбики с накидом разделенные воздушной петлей и второй ряд это будут уже сами чешуйки которые будут идти в противоположную сторону и так для второго ряда делаю петлю подъема поворачиваю изделие вставляю крючок в шапочку верхнего столбика и добавляю столбик без накида разворачиваю вот так изделие и теперь я буду обвязывать вот эти два столбика они будут служить основанием для обвязки делаю накид и вставляю крючок вот первый столбик за него и вставляю крючок подхватываю рабочую нить делаю первый столбик в это пространство нужно сделать 5 столбиков с накидом 1 готов 2 3 4 5 в эту же точку половина чешуйки сделано дальше я сделаю пико это 3 воздушных петли 1 2 3 и соединительная петля вот сюда в вершинку последнего столбика с накидом вот так вставляю крючок и делаю соединительную петлю и получается вот такое пико и дальше перехожу на обвязку 2 столбика сюда тоже делаю 5 столбиков с накидом симметрично 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 12 15 16 18 18 21 22 22 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и вот он 5 опять пико 1 2 3 и смыкаю его вставляю крючок в вершинку смыкаю соединительной петлей половина чешуйки закончена и перехожу к обвязке следующей половины чешуйки опять столбик с накидом под арочку 1 2 3 4 и 5 вот две чешуйки у меня готова снова разворачиваю наизнанку это изделие и в следующий кластер между двух вот этих вот столбиков я делаю соединительную петлю и остается еще последний кластер из столбиков с накидом здесь делаю то же самое 5 столбиков под первую арочку 1 2 3 4 и 5 бекон 1 2 3 смыкаю его вершинку столбика и обвязываю вторую половину чешуйки 1 1 2 3 4 и 5 и 5 4 и 5 разворачиваю опять изделие к себе изнанкой и заканчиваю этот ряд отсчитываю 1 2 3 вот у нас была цепочка из воздушных петель от ее начала я отсчитываю 1 2 3 и вот в третью делаю столбик без накида вот получается первый ряд чешуек второй ряд узора вот так он смотрится перехожу к вязанию третьего ряда набираю 4 петли подъема 4 воздушных петли для подъема на следующий ряд здесь вот так вот раздвигаю этот эту чешуйку и делаю вот в это пространство опять два столбика в одну точку раз и в эту же точку добавляю второй столбик и два и одна воздушная и вот опять он раппорт нашего самого первого ряда два столбика в одну точку одна воздушная опять делаю накид разбегаю теперь пространство между чешуйками там видите все те же два столбика и в них опять я делаю раз и туда же два и опять одна воздушная ну и работаю так до конца ряда 2 столбика с накидом в чешуйку раз и два и воздушная и опять теперь два столбика в пространство между чешуйками раз и два и воздушная петля опять в чешуйку раз и туда же два и добавляю воздушную петлю и последний столбик это одиночный столбик с накидом его делаю столбик без накида который был подъемный на предыдущем втором ряду вот так и вот он получается третий ряд который мы снова будем обвязывать чешуйками чешуйки в этом узоре делаются в шахматном порядке то есть вот над этим кластером была чешуйка во втором ряду значит сейчас ее не будет значит чешуйка пойдет вот над этим кластером здесь опять пропустим и сделаем чешуйку опять вот здесь и так как это делается петля подъема разворот в первый столбик делаю столбик без накида точно так же подъемный столбик дальше добавляю воздушную петлю и вот в этот кластер который мы в этом ряду пропускаем я делаю соединительную петлю вот так а дальше переворачиваю вязание и перехожу к созданию чешуйки 5 столбиков с накидом в первую арочку 1 2 2 3 4 5 5 5 пико 1 2 3 и смыкаю его в первую вершинку и 5 столбиков с накидом во вторую арочку 5 6 6 7 11 11 12 12 4 5 и 5 вот посмотрите видите чешуйка легла между чешуйками предыдущего ряда в следующий кластер из столбиков с накидом я делаю опять соединительную петлю 1 1 а дальше опять обвязываю вот этот кластер столбиками с накидом то есть делаю чешуйку 1 1 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 и 5 остается у меня последний кластер из столбиков сюда я делаю соединительную петлю дальше добавляю воздушно здесь снова отсчитываю от наборной цепочки предыдущего ряда отсчитываю 1 2 3 вставляю крючок в третье звено и делаю 1 2 3 вставляю крючок в 3 3 и столбик без накида вот так смотрите связала я 4 ряда и дальше эти 4 ряда будут повторяться вновь и вновь на нужную высоту то есть здесь снова набираю 1 2 3 4 разворот нахожу первый кластер вот он в него делаю 2 столбика 1 и туда же 2 воздушная петля опять 1 и туда же 2 и опять воздушная петля и опять 1 1 и 2 и опять воздушная петля и снова 1 и туда же 2 и воздушная петля последний кластер этот ряд будет всегда идентичен в зависимости от того как мы связали чешуйки предыдущего ряда отличаться здесь будет только четный ряд он будет идти в шахматном порядке заканчиваем воздушная петля и вот в последнюю точку вот сюда делаю одинарный столбик с накидом ну и дальше повторяю ряд с чешуйками это был второй ряд опять петля подъема разворот в первый столбик делаю столбик без накида до смотрю естественно как у меня лежат чешуйки сейчас у меня кластер в которой я начинаю делать сразу же чешуйку и перехожу к обвязке этой чешуйки то есть делаю 5 столбиков в одну сторону 1 2 3 4 и вот он 5 и добавляю пико ну давайте эту чешуйку я доделаю на камеру обвязываю еще и противоположную арочку тоже 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и вот он 5 поворачиваю изделие к себе изнаночной стороной и в следующий кластер делаю соединительную петлю и вот что получается вот они чешуйки которые лежат в шахматном порядке относительно чешуйок предыдущего ряд вот смотрите связала я образец побольше вот они чешуйки вот следующий ряд который над ними опять шахматном порядке друг над другом такой получается интересный узор мне кажется он отлично подойдет для каких-нибудь рождественско-новогодних истилей которые мы так все любим вязать для нашей елочки надеюсь что вам понравилось это видео если оно оказалось для вас полезным не забывайте про свои лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик делитесь этим видео в соцсетях спасибо за внимание пока пока не забывайте про свои слове на своем здоровье это все debelится спасибо за внимание чтобы не забывайте про свои full-薄ые не забывайте про свои не забывайте про свои вау Продолжение следует...